Дело в том, что действительно у нас произошло некое искажение в понимании этого таинства. Это действительно такой очевидный факт. Вы знаете, его установление церковью исходит из слова апостола Иакова, когда он чётко говорит «Заболеет ли кто вас? Пусть призовёт пресвитеров и пусть они совершат молитву над ним. И молитва их исцелит болящего. И если есть грехи, простит ему их». Первое, что обращает на себя внимание – призовёт священника, то есть он уже не может идти сам. То есть речь о такой тяжёлой болезни, потому что в обычном смысле, в обычном достаточно человеку, сверхдостаточно, если он причащается, исповедуется, причащается. Сверхдостаточно. Нет выше таинства, чем причащение. Нет! Это панацея! Так, в отношении соборов, значит, видите, что требуется. Усиленная молитва о человеке и даже ни одного священника, он пишет, а пресвитеров. И действительно, в начальной церкви считалось даже необходимо семь священников даже, чтобы прийти к этому исключительно больному человеку для молитвы над ним. Вот, оказывается, что... То есть усиленная требовалась молитва. Ну, а теперь, я не знаю, это такие вплоть до сказок рассказывают. Прямо сказки настоящие. «Прощаются забытые грехи». А откуда это взяли? Откуда? Интересно. Что за сочинение? В несколько раз в году один и тот же человек своими собственными ножками приходит. Причём, в какой атмосфере часто бывает, я вам скажу просто странный, полно народу. Так, и вы понимаете, какой тут, не знаю, какая тут молитва уже, насколько может быть, но самое, конечно, главное, что это превращается в какой-то некий ритуал. Причём с этой вот идеей, которая ниоткуда не следует, что будто упрощаются забытые грехи или даже чуть ли не больше и всё прочее. У нас есть таинство исповеди, у нас есть таинство причащения. Вот, здесь в данном случае апостол Иаков говорит, «И если есть грехи, простятся ему». О чём идёт речь? В любом церковном таинстве, принимаемом с верою и покаянием, происходит прощение грехов и в исповеди, и в причащении, и в бракосочетании, если подходит правильно, и в священстве, и в монашестве, и в соборовании. В данном случае соборование не представляет собой никакого исключения. Но, к сожалению, вот такая молва разносит вот такие вещи и смущает подчас людей. Поэтому собороваться, если уже кто желает, ну что же, когда есть и тяжёлые очень болезни, тяжёлые, неизлечимые, ну что же, это неплохо. Это неплохо, когда тяжёлые, неизлечимые. А вот так, как это стало своего рода каким-то обычаем, как подойти на все наши под помазание, то это уже тут граничит с чем-то, с чем-то не совсем нормальным. Вы извините меня, что я так говорю, но это действительно. Апостол завещал не это.